Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня у нас с вами в рубрике антология боевых искусств мира Южная Корея и стиль танцудо. Основатель этого стиля утверждал, что он создавал его по крупицам из забытого древнекорейского воинского искусства субак, также под влиянием техник шотокан. Этот стиль, можно сказать, молодой, потому что ему еще даже нет ста лет, но тем не менее, сам стиль не предназначен для общего пользования, для общих спортивных соревнований. Этим стилем в основном занимаются инструктора в полиции и инструктора спецподразделений различных армейских структур. В данном видео мы с вами хорошо сейчас можем посмотреть разминочные упражнения, напоминающие некоторые техники тайского бокса. Посмотрите внимательно. С разворота удар коленом, опять с разворота руками удар коленом. Это не просто переход, это именно удар коленом. Для того, чтобы это понять, нужно просто начать самим заниматься, и тогда вы вникнете в саму систему этого стиля. Стиль довольно техничный, эффективный, быстрый, я бы даже сказал, под влиянием не только шотокан, но и хапкидо, потому что здесь используется очень много различных базовых техник и бросковых захватов из хапкидо. что благодаря вот этим вот техникам стиль получил свою действительно эффективность и хорошую боеспособность, которую воины в первую очередь спецподразделений демонстрируют всегда на своих показательных выступлениях в качестве своих тактических возможностей во время выполнения военных операций. И что интересно, Чак Норрис, известный как создатель американского карате, президент Федерации американского карате, занимался танцудо. Сегодня все источники говорят, что Чак Норрис занимался танцудо. Сам же Чак Норрис говорил, что он занимался именно субак. Это было в 60-е годы, но сегодня этот стиль нам известен под названием танцудо. И что характерно, очень многие бросковые ударные техники, особенно удары ногами, в танцудо похожи на технику таэквондо. Точно так же можно сказать, что и карате заимствовало некоторые моменты из таэквондо или из танцудо. На сегодняшний момент, на сегодняшний день, очень многие боевые искусства схожи между собой. Примером тому могут послужить различные приемы захватов, допустим, с выводом на болевой, заимствованные из хапкидо и принятые на вооружение как в различных стилях кунг-фу, так и в различных стилях карате. Удары ногами, взятые из таэквондо, сегодня отлично используются и с легкостью используются в том же самом Кёкошенкай, в том же самом Шатакан, и некоторые приемы используются даже в Айкидо. То, что мы сейчас с вами видим на экране, всего-навсего показатель боеспособности бойцов спецподразделений корейской, есть такая команда у них, черные береты они называются, вот как раз это сейчас они на экране, они демонстрируют то же самое, что и показывают нам таэквондисты во время своих демонстрационных вот этих вот выступлений, чтобы привлечь больше людей для занятий вот этим видом спорта, в частности таэквондо. Как я сказал в начале, тангсудо не предназначено для общего соревновательного применения. Но, тем не менее, существуют различные школы западные, нового света, в частности в Америке, которые пытаются тренироваться по технике тангсудо, выдавая это действительно за чистую технику тангсудо. Но, когда мы посмотрим на вот эти вот соревнования, или вернее на пробные спарринги, можно будет сразу понять, что ну никак они не похожи ни на тангсудо, ни на таэквондо. Потому что то, что нам будут демонстрировать немножечко позже, вот эти вот представители западных восточных единоборств, именно так, представители западных школ восточных единоборств, вот такой вот каламбур, назвать, вот пожалуйста, смотрите, назвать применением техники тангсудо, ну никак нельзя. Тейквондо, да, скорее всего. Может быть, какой-то простой рукопашный бой, тоже может быть. Ну вот сейчас мы с вами видим применение техники, бросковой техники из дзюдо. Вот это вот похоже больше на джиу-джитсу. Есть некоторые моменты, взятые из хапкидо. Вот сейчас эти инструктора будут это демонстрировать. И вы увидите сами, что вот, да, это было, это как раз такая техника, заимствованная из айкидзюцу. Между прочим, очень хороший бросок, очень хороший бросок. Далее сейчас будет показ, взятый, почти похожий на айкидо, несколько смазанный. Этот бросок будет, вот, пожалуйста, смотрите, с выходом на круговую, на круговую контратаку, с броском противника на землю. Это взято из хапкидо. То есть, если мы привыкли считать, что в хапкидо все захваты ведутся до победного, до болевого, в танксудо эти захваты просто-напросто останавливаются в какой-то момент в определенной точке, чтобы завершить не просто захватом, а завершить броском противника на землю. Довольно-таки интересный и эффективный стиль. Если его применять тому человеку, который имеет опыт работы в восточных единоборствах, который очень хорошо знаком с корейскими боевыми искусствами, то такой человек действительно может противопоставить себя не только одному-двум бандитам, но гораздо большему количеству людей на улице, нежели простой какой-то, скажем, боксер или дзюдоист. Но давайте вернемся обратно к применению техник танцудо в различных стилях. Вот, пожалуйста, представитель Канады в белых штанах борется против американца в черных штанах. Это на каратэкомбат представитель Канады якобы занимался танцудо и вышел на эти спарринги. Но здесь мы не видим никакой техники, которую нам показывали только что вот эти вот инструктора по танцудо. Обычное каратэ от тейквондо вряд ли что, поэтому трудно сказать, что это танцудо. А вот, пожалуйста, еще американская школа танцудо, в которой мы видим, что, ну, елки-палки, ну, здесь нет никакого даже намека на танцудо. Вообще нет никакого намека. Обычный рукопашный бой, если его можно так назвать. Вот и все, что я сегодня хотел вам сказать. Поэтому, если кто-то вам скажет, что он занимался чхарек или субак, подумайте, а занимался ли он этим действительно. Субактитры сделал DimaTorzok